Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. Чрезвычайно красивый нож от Геннадия Немова попался мне на глаза. Называется он, конечно же, Окунь. Это видно буквально сразу. Это очень крутой фуллтанк, который сделан из стали Нитроп-77. Не самая популярная, но очень интересная сталюка. Калена она на 61 единицу. Как вы видите, у него очень крутые спуски от обуха. Обух здесь 3 мм, а сведен он аж в 0,2. Он должен резать, как джедайский меч. На клинке, насколько я помню, длины 104, и это хороший каждодневный размер, хоть на рыбалку, хоть в лес, хоть на кухню, куда угодно. Очень круто сделанный нож, сбалансированный по всем вообще параметрам. Здесь и крутейшая рукоять из странного материала джума. Но это такой интересный композит. Плюс ко всему он посажен на два мозаичных пина. Мало кто сейчас так делает, но это красиво и интересно, и самое главное крепко. И, конечно же, темлячная трубка тоже выполняет роль третьего штифта. Нож абсолютно 100% надежный, интересный, красивый. Но ножны это потрясающее произведение искусства. Без этих ножен он не был бы окунем. Здесь очень крутое травление и не менее крутая покраска. Вы видите, что прям вам хочется на рыбалку в тот момент, когда вы просто смотрите на эти фотографии. Это, конечно, КРС кожа, и это ножны лопух. Это значит, что вокруг по всему периметру есть строчка. Есть ножны в загиб, а это ножны лопух, так называемые. Здесь свободный подвес. Он тоже весь с тиснением, с клеймом мастера с обратной стороны, и вообще все очень-очень круто. Мастер интересный, жутко рукастый, и обязательно подпишитесь на него. Я постараюсь дать ссылку хотя бы на страницу ВКонтакте, потому что помимо этого окуня у него, конечно, выходят тоже шедевры. Это подзаказная работа, естественно, не серийная. Но если вам хочется какой-нибудь фикс, прям интересный и такой, что был только у вас и у Майкла Джексона, даже у Майкла Джексона такого не будет, то этому мастеру написать имеет смысл. Хотя, подозреваю, очередь там на годы вперед расписана. Классный мастер Геннадий Немов. Ссылка в описании. Компания Мазерин выкатила новинку. Вот такой странный перс с полусерейтерным лезвием. Как вы видите, это и флиппер, и вейвер. Спуски здесь высокие. Ну, две трети, наверное, получается. Полусерейтер Мазериновский и сталюка моя любимая D2. Нож собран на лайнер-локе и на микартовых накладках. Ну, как микарты. Наверное, это все-таки G10 вот такая полосатая. Повторюсь, я сильно плаваю в вопросе G10 микарта, чисто понимая глазами. Клипсы здесь, на удивление, не глубокая. То есть, там пара сантиметров будет торчать из кармана, когда вы будете его носить. Но оно такая увесистое, жесткое, на двух винтах. Выглядит очень прикольно. Спейсер — отдельная песня. Здесь есть насечки для того, чтобы его держать и прямым хватом, и обратным хватом. И плюс ко всему хвостик заточен в такую пирамидку. Будем считать, что это стеклобой. Хотя, скорее всего, здесь 420-е на этом самом спейсере. И после первого-второго удара эта пирамидка, скорее всего, сомнется. Но не знаю таких людей, которым бы приходилось бить стекла регулярно. Поэтому, наверное, прокатит. Накладки все изгрызены такой хитрой фактурой, и он отлично лежит в руке. А самое прикольное, что у него есть старший брат. Ну, младшим же его не назовешь. Это нож-фикс от тех же самых мазеринов и снова из D2. Он чуть крупнее, совсем немножко изменена структура самого клинка. Получается чуть другой обриз, но видно, что это родственники буквально по крови первого поколения. Тоже мощный, классный, здоровый нож, который находится в кайдексовых ножнах, которые сделаны из стали D2, с этими хитрыми накладками, которые имеют плотную ухватистость. Есть всего один минус у этих ножей. Посмотрим. Рукоятка плюс. Стеклобой хорошо. D2 прекрасно. Полусеррейтер сомнительная история. Не очень их люблю. Но самое главное, цена. Международная рекомендованная розничная цена на эти ножи на оба. На один и на второй, представляете, они в одну цену. 260 долларов. Много это или мало, решать, конечно, потребителю. У меня лично в магазине мазеринов нет, не было и не знаю, будут ли когда-нибудь. Но вот это, мне кажется, немножечко перебор. Особенно за фикс. Мы привыкли, что складные, они все-таки дороже обычно получаются. Но это фикс 260-270, по-моему, даже долларов он стоит. Да, толщина 6 миллиметров. Да, здесь крупные винты на рукояти. И даже оставлен такой скул-крэшер. Большой страшный угол, в который должен вязаться темляк, которым можно притюкнуть супостата. Видимо, какие-то тактические мотивы они сюда закладывали и пытались победить кого-то более именитого, чем обычно является мазерин. Не знаю. Ценник? Ой. Но при всем при том, ножики весьма интересные. Оба должны поступить в магазины этой осенью. Ну, в те магазины, которые этим мазерином торгуют. Красноярский ножедел показал интересный баронг. Я бы сказал, что это мини-баронг, потому что это не самые большие размеры для баронга, но прочтение очень-очень крутое. Это неолог, скаленный под 59 единиц. Здесь косой взрез и такой аккуратный стоунвош по клинку. Очень хороший, классный финиш. Спуски от обуха режет, понятное дело, бомба. Дулька присутствует, точить его тоже будет в кайф. Односторонний фальш. Не каждый так делает. Мне кажется, это прикольно. Мне нравится, когда фальш с одной стороны ножа. Ну, это действительно какой-то такой изюмчик. И самое главное, конечно, рукоять. Это самоклеенный пакет из G10 двух цветов и плюс родной счастливый наш родной советский текстолит. И при всем при этом получается, что и набор хороший, и цвет играет, и рукоять лежит как надо. Кстати, именно из этой самой склейки еще сделаны и бусины на темляк этого самого баронга. Хотя, с другой стороны, что я прикопался к размеру. Здесь общая длина 35 сантиметров. Это вполне вменяемый ножара, который компактным, но уж точно не назовешь. С другой стороны, я привык к тому, что баронг это как минимум полметра стали. На клинок здесь отведено 185 миллиметров, то есть почти 19 сантиметров только клин, толщина 4 и рукоять 140. Это вот прям, ну, для меня это полуторный меч. Но 35. Баронг так себе. Кисак крутой. Ножен, к сожалению, не видел. Надеюсь, что они тоже очень-очень крутые. Красноярский ныжедел — это не я его так называю, он сам себя так называет. У меня есть ссылка на его страницу ВКонтакте, ее, конечно, найдете сами знаете где. Друг Ножеман, не забывай делиться моими видео в социальных сетях, например, ВКонтакте. И подписывайся сам, красная клавиша подписаться, а колокольчик для оповещений о всех моих свежих видео. И, конечно, подписывайся на группу ВКонтакте vk.com slash brutalica. У нас интересно, у нас живо, у нас разыгрываются ножи, проводятся всякие конкурсы и вообще веселое живое общение. Подписывайся vk.com slash brutalica. И снова кастомонтарио рата. Ну, не могу я отвязаться от этого гиперхитового ножа, который всегда и везде продается абсолютно триллионами уже копий. И вот этот зелененький просто супер, потому что я впервые увидел крутую идею. Рат — это крыса, крыса — это рад. Мы вроде как на этом созвучии давным-давно играем, но я впервые вижу, чтобы Микки Маусом обыграли вопрос крысы. Да, вот такой страшный Микки сделан и на клинке, который травленый, на котором оставлена линия якобы хамона. Он такой темный клиночек. И этот же самый Микки Маус положен на рукоятку на накладке тот же самый злобный Микки. Мне кажется, что это сделано просто краской, но выглядит очень прикольно. Хотя не знаю, оригинальный ли это Антарио Рат, потому что таких салатовых рукояток я не вижу. Может быть, это замененная рукоять. Может быть, это напилинг по родной. Мне кажется, что тут чуть толще вот эти шпеньки, за которые мы открываем клинок. Поэтому у меня есть сомнения в оригинальности. Хотя хочется верить, что это, конечно, оригинал. А второй нож от этого же самого мастера просто с затемненной клипсой. Если там мы видели, что у нас изрезана и рукоять, и обушок самого клинка, и клипсы, то здесь просто все протравлено в темную. И на обычный оливковый Рат посажена фактура елок. Очень круто, классно сделано. Мне кажется, что это снова не лазер. Наверное, это все-таки краска. Но тупо по трафарету сделан вот такой лесной горизонт. Мне кажется, кастом, во, дешево, сердито, а выглядит очень-очень круто. Кастомизируйте свои Раты, они этого точно заслуживают. Керамбит Варн Сканди от мастерской Саремака. Почему я такой набор слов произнес? Да потому, что они все справедливые. Во-первых, это действительно керамбит. У него есть кольцо, в которое обычно или заталкивается мизинец, или все-таки в обратном хвате туда попадает указательный палец. Именно в керамбитах мы привыкли к тому, что указательный туда, и клин обратным хватом, и куда-то кого-то колоть и сечь. А почему Варн? Потому что, ну, действительно, Варн. У него нормальный профиль Варна. А почему Сканди? Потому что Сканди появился на этом самом ребре. Вы видите, что здесь сложный гринд. Вроде как спуск идет, но такое толстенное ребро буквально посередине клинка. И когда присмотришься, оказывается, что это самое ребро точно в ноль. И только потом все остальные спуски тоже попали в этот же самый угол. И в итоге получается, что в точилку вы зажимаете нож ровно на тот угол, который он точен. И когда подводы мы точим на нормальном лезвии, все получается. А в тот момент, когда заходим на ребро, получается, что точится вся плоскость. В любом случае страшный сон заточника. Но нож жутко прикольный. У него латунные накладки, он весь разбирается, можно там с отверткой с ним побаловаться, что-то сделать. И у него есть классная деталь. Вот эта вот латунная зажимка, которая под указательный палец, ну или в обратном хвате под мизинец кладется, она съемная. Но он сконструирован так, на сверленной там дырке, что снимать ее смысла большого нет. Деталь прикольная. Вроде как бы для того, чтобы ничего не соскакивало. Вроде для того, чтобы она перекликалась с деталью самой накладки на рукоять. Но фишка очень-очень крутая. На удивление, в простом варианте он тоже их делает. Ровно такой же нож, примерно с тем же самым профилем, но уже без этого дурного ребра. Обычный варн, точенный, как мне кажется, снова в сканде. Ну а как еще сказать, он довольно толсто сведенный. И получается, что подводы там 5-6 миллиметров, буквально как на море. Будем считать, что это варн сканди. Накладки здесь уже не латунные, а из чего-то черненького. Думаю, что скорее всего это какой-то композит. Хотелось предположить, что это рок, но думаю, что нет. Полированный в зеркало. Потрясающая работа по полировке. И возникает сложный вопрос. А что же там с ножнами? Про ножны я, к сожалению, ничего не нашел. В такую полировку я бы кайдексом не полез. Точнее сказать, такой полировкой в кайдекс. Надеюсь, что все-таки ножны у него кожаные. Или это просто полочник, который должен у какого-то тактического офисного рэмбо стоять на рабочем столе. Работы классные. Производитель интересный. Ссылки ниже. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо очередного шедевра от Левченко. Левченко Кирилл сделал очередной скандик. Складной скандик, который разошелся по всем абсолютно ножевым пабликам России. И это действительно снова шедевральное произведение ножевого искусства. Тайка Талви называется этот самый нож. И это переводится как волшебная зима. Клинок сделан из М390 с двойным крио от Алана Балекоева. Это круто, это супер. Накладки здесь сделаны из моржа. И, как всегда, по этому самому моржу сделан потрясающий рисунок в технике скрим-шоу. Да, там все такое про свитерок с оленями. Но с одной стороны стоит милый наш любимый муми-тролль на лыжах. И с хитрым глазом куда-то чешет. А на второй накладке он уже обратно без всяких лыж тянет куда-то банку с вареньем. Жутко милые изделия и очень классно сделаны. Проставки шайбы на бронзе. Шарик детента в лайнере керамический. Все, что вы видите синее металлическое, это все титан. И плюс ко всему сделан аккуратный файлворк, который очень круто сочетается со всей идеей ножа. Вроде можно даже на этих полосках разглядеть мотивы снежинок, битого льда, вот этого замерзшего окна. Все, что угодно. Бусина у этого ножа тоже есть, она тоже сделана из моржа и тоже изгрызена иголкой и краской. Это и называется скрим-шоу. И, конечно же, чехол-варежка. Отдельная потрясающая наимилейшая деталь, которая подтягивает вот это самые изделия, которые и так выше всех похвал, на самую-самую высоту. Мастер потрясающий. Вы как понимаете, такие работы выходят довольно редко и поэтому он довольно редко появляется у меня в Найф Ньюзе. Но я всегда слежу за его шедеврами, которые выходят. И кажется, вот казалось бы, мелкая деталь, но шпенек с драгоценным камушком имеет ответный вырез в плашке. Можно было бы сделать опять вот этот вырез полумесяцем, под большой палец, чтобы отжимать лайнер-лок. Но нет. Здесь нужно было сохранить всю линию рукоятки, заполнение руки и не потерять геометрию вот этих самых инкрустированных плашек. Именно поэтому вот этот небольшой вырез под шпенек, а не тот самый полумесяцем, который бы сожрал треть рукояти. В любом случае, внимание к деталям, даже к техническим. Потрясающе. Клиночек ромбиком, полированный М390, кость и скрим-шоу. Вот такенный мастер, обязательно на него подпишитесь. Из дополнений сегодня две дичи. Во-первых, я офигел, когда увидел вот этого малыша от Эрни Эмерсона. Вы прикиньте, автоматический Эмерсон, который меньше 5 сантиметров клинком. Оказывается, это сделано для Калифорнии. В Калифорнии нельзя носить автоматы больше пяти сантиметров двух дюймов. И получается, что вот этот, я не знаю, куцый огрызок от самого Эмерсона увидел свет. Это серийное изделие, и он будет продаваться в магазинах. Я лично в возмущении. И да, в это воскресенье я снял отличное видео о том, что такое оверпрайс и дорого нах. Зайдите посмотреть, я даже в рекомендациях его оставлю, для того, чтобы вы смогли оценить вообще весь объем проблем. И именно для того, чтобы поджечь еще немножко эту тему, показываю вам вот это изделие. Это киридаши из стали 20. 20 cv. И он стоит, как вы видите, 155 долларов. И у него даже нет ножен из, я не знаю, там, хобота ископаемого мамонта. У него ножны обычный ремешочек с велкор панелью для того, чтобы приклеить куда-то во внутрь люкзака или на место шеврона. 155. За вот эти 18 грамм стали. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож, одеманти, ганза, фаерберт и все остальное. Это не формат от Руслана Скемена. Прикольный флиппер на стали D2. Вот в такой красивой сиреневой рукоятке. У него есть стеклобой, глубокая клипса, фреймлок и вообще очень замечательный нож. На каждодневку то, что доктор прописал. Ссылка на него и все остальные цвета, которые есть у меня в наличии, будет в описании видео. Ну и еще, конечно, вот здесь в чехольчике у меня есть белка. Я просто соскучился по белке. Белка у нас должна прибыть в декабре месяце. Мы ее очень ждем и надеюсь, она триумфально вернется в продажу во все магазины Российской Федерации.